Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Мы проснулись, у нас дождь льёт за окном. Мы собираемся сейчас поехать в Зеленоградск позавтракать. У нас уже последние деньки остаются, последние 4 дня. Поэтому решили не терять время и поехать все вместе позавтракать. Прошёл хороший такой дождик. Дождик чуть-чуть капает. Я не посмотрела, что кафе, оказывается, открывается ещё через полчаса, в 9 часов. Сейчас 8.30. Мы заехали в пятёрочку. Смотрите, какая черешня хорошая. 400 рублей. Скоротали, мы, наверное, 10-15 минут поедем. Мы приехали в кафешку, он называется «Тепло». Здесь завтраки. В 9 она уже открывается. Так вкусно пахнет хлебушком. Давай. Мы выбрали столик, и здесь детский уголок как раз для Мирончика. Мирончика овсяную кашу хочет, а я сырники взяла. А Витя вот этот завтрак. Хлебушек весь на закваске. Домой возьмём. И десертики. Медовик классно выглядит. Вишнёвый тарт, чизкейк, морковный и Наполеон. И вот наш вид из окошка. Мы почти первые. Витя уже принесли капучино. А я заказала камбучу. У мамы тоже капучино. А у меня травяной чаёк. У меня сырники. У Мирона овсяная кашка. Мирон себе мохито заказал. Мама заказала себе вот такой завтрак с лососем и с яйцом. А у Вити колбаски, яичница, фасоль. Мы на десерт ещё заказали себе макарон. А у Вити чизкейк. У нас ещё шакшука и свежий хлебушек. Вкусно позавтракали, провели время все вместе. Теперь я остаюсь в Зеленоградске. А Витя, Мирончик и мама поедут домой. Девочка, пока. Пока, солнышко. Я буду по тебе скучать. Скоро увидимся, хорошо? Я пришла поменять евро в Энерготрансбанк. 96.30. Я поменяла, даже мне паспорт не понадобился. Прям в Виктории в Зеленоградске находится банк. Вернулась опять в Викторию. Вспомнила, что у меня лежали 250 евро в кошельке. В двух банках их не принимали. Одна купюра немножко как испачканная была. И другие сказали, что там не просвечивается номерной знак. Что, может быть, он повредился или что-то там с ним не так. Сейчас я решила рискнуть и эти 250 евро еще в этот банк отдать. И вы знаете, мне поменяли без проблем. Так что, если что, если вдруг у вас будут какие-то такие купюры с дефектами, можете приезжать сюда в Зеленоградск и с большой вероятностью, что их поменяют. А я, друзья, осталась в Зеленоградске не просто так. Сегодня моя подружка проводит здесь тренировку. Умный фитнес. Бережная забота о своем теле. Наверное, часова или даже полтора часа тренировка. Иду туда. И так хорошо прогуляться одной. Я уже тысячу лет не оставалась наедине с собой. Вот, наконец-то, представилась такая возможность. Зеленоградск весь усыпан розочками. Такая красота. Хочется возле каждого коста останавливаться. Мы всегда проезжали мимо этого парка, либо проходили, всегда торопились на море. Не было времени остановиться, покачаться на качельке. Вот сейчас представилась такая возможность. Такие большие, широкие досечки вот эти, на которых садится. Класс. Но они, кстати, оказались вообще неудобные. Не знаю, как дети на них катаются. Я чуть не упала. В Зеленоградске потихоньку погодка становится лучше. Солнце вылезло и сразу стало так жарко. Я уже на месте, еще минут 15 подожду и пойду. В этом торговом центре на третьем этаже будет проходить наш фитнес. В этом торговом центре даже кинотеатр есть. Я вообще не думала, что здесь что-то есть. Оксана пришла! Ура! Это тебе, Черешки. О, ты что, спасибо! Да, пожалуйста, как ты? Настроена? Да. Ну что, друзья, мы начинаем. Из-за того, что я долго ничем не занималась, у меня было ощущение такой тяжести в теле. Буквально два раза мне Оксана проводила персональные тренировки. Ну, это, можно сказать, разовая акция. А до этого я, наверное, уже два или три месяца ничем не занималась. И, конечно, чувствуется, что любое упражнение, любое движение, тело деревянное, сложно что-либо делать. Но все равно я начала. Мне нравится, что у Оксаны настолько бережный и плавный подход к телу. Мы всегда начинаем с самомассажа, простукиваем все тело, делаем массаж головы, массаж лица, массаж стоп. И затем уже плавно, мягко начинается тренировка. Если вы обратили внимание на упражнения, которые мы делаем, они абсолютно нетипичные, не такие, как обычно дают на фитнесе для здорового тела, что ты просто пошел, накачал себе мышцы, может быть, даже с каким-то надрывом, преодолением над своим телом. Такие упражнения, по крайней мере, мне даются не так просто. Надо прям включать свою силу воли и на силе воли выполнять эти упражнения. А здесь каждое упражнение ты делаешь с такой заботой о своем теле, ты прям чувствуешь каждую мышцу, ты чувствуешь приятное натяжение, приятную боль где-то, чувствуешь, где тебе надо побольше уделить внимание, где, наоборот, отпустить. Не насиловать себя, своё тело, а делать всё плавно, с любовью, с удовольствием и с заботой о себе. Оксана, кстати, только начала после декретного отпуска возобновлять свои тренировки, и поэтому нас не так много, но я обязательно хотела поддержать её. Это её первая тренировка, такое начало. Я знаю, что она этим горит, она это любит, и ей есть чем поделиться. Тот путь, который она прошла, он просто невероятный, друзья. Я вам сейчас прикреплю фотографию, когда мы познакомились, как выглядела Оксана. И сейчас это просто небо и земля. Притом после декретного отпуска она не довела ещё себя до совершенства, до идеала, но, по крайней мере, её тело очень хорошо себя чувствует, выносливое, гибкое, и в течение дня у неё куча энергии, и она, мне кажется, вообще не устает. Но наша тренировка длилась больше часа, и она подошла к концу. Мы вышли с Оксаной уже с занятий, я жила, у меня откупорился дополнительный запас энергии, и мы сейчас идём, болтаем, короче, всё, что мы любим. Позанимались своим телом, теперь ещё и болтаем. Домой вообще не спешим. Прошли теперь посидеть в кафешке, поболтать. У нас вкусный какао, пицца Маргарита, и десерты со сметанным кремом. Мы сидим в Кёнигбекер, и взяли вот такую штучку со сметанным кремом, она божественная, очень-очень вкусная, нежная. Только мы с Оксаной уютно расположились, не хотели наблюдать времени, у нас всегда куча разговоров, и сначала Витя написал, ты где, ты долго ещё, и буквально там через 5 минут Оксанин муж тоже написал, давай быстрее, через 15 минут, надо, чтобы ты была дома. И в итоге мы сейчас собрались и едем по домам, но мы недовольны, мы против этого были. Мы всё равно не можем разойтись, мы приехали уже к Оксане, решили тут немножко посидеть, и Витя должен за мной сюда приехать. Здесь такое умиротворение, красота. Я увидела красивые, шикарные цветы, и сразу побежала сюда, целый куст, просто потрясающий. Оксана намыла черешню. Всё, закончилась моя лафа, неплохо мы сегодня с Оксаной отдохнули, и сейчас Витя приехал. А что, Мирона нет, что ли? Ты без Мирона? Да. А, я думала... Я за Ева приехала только что. А, я. Ясно. Всё, мы едем домой, любуемся просторами, коровки там даже где-то послись. У нас на обед макарошки разогрела, спаржи, которые я вчера готовила, свежие овощи, хлебушек на закваске, ну тут фрукты. Девчонки тут на кухне... Снимаем тренд на телефончике. Тренды снимают. О, девчонки веселушки. Две сестрички. Мы все идём к Марту проверять его работу. Он целый день строит, а мы только смотрим, что он сделал. Я Мирона сегодня первый раз вижу за целый день. Ты не соскучился, сынок, по маме? А, нет, конечно, пойдём. У нас веночек. У нас веночек. Марту уже под крышу осталось только рядок пройти. Он даже вот эти дырочки вырезает для деревяшек. Мы там посидели, тут посидели. Сумерки, смотри. Смотрите, как мы сидим за столом. У нас... Да, у нас два с телефоном и два без телефона. И мы вот так сидим и пытаемся общаться. У нас уже восьмой час. Попили чайку, согрелись. Пойдём скоро спать. Да, нифига, осторожно. Витя пытается трюки делать, как Саша в Омске. Повтор. Но у него не получается пока. Давай заново. Ну да, сейчас. Ну, попытка была. Давай, 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 Виктор, ты сможешь. Виктор. Виктор, Виктор, Виктор. А попробуй наверх. Опа. Мы вышли проводить Марту с Аленой и с Евой. О, да. Саня тоже так делал. Как хорошо. Ещё один денёк в кругу родных и близких в Калининграде. Мы купили, может быть, пару недель назад веганскую тушёнку. И я решила приготовить её на завтрак. Тут у меня варится вермишель. На отдельной сковородке только закинула лук. Обжарю его до прозрачности. Вот так выглядит тушёнка. Теперь отправляю её к обжаренному луку. Вот такое у нас получилось блюдо. Макарошки с тушёнкой, свежие овощи и котлетка. Вкусные, да, котлетки? Мы сделали вывод, что и тушёнка вот эта тоже очень вкусная, как настоящая. И котлетка вкусная. Вот эти котлетки мы сейчас жарили. Вкусные возьмём ещё, наверное, в дорогу. Брали в основе здоровья в магазине. Витя уже даже смял упаковку. У нас сегодня продолжение ремонта. Лестницу. Витя снял ковролин. Здесь лежал ковролин. И сейчас надо её почистить. Приедет мастер и постелит нам сюда ламинат. У нас с утра доставка ягод. Представляете? Две такие большие банки по 5 литров и 6 литров. Свежая ягодка, витаминки. А Мирону, кстати, понравилось. Он сразу набросился на ягодки. Постирала вещи, вышла развесить. Груши с каждым днём становятся всё больше и больше. Осталось нам ещё 3 дня. Жалко, не успеем их попробовать. Зато малинка поспела. Тут крыжовник красный, оказывается, тоже поспел. Обожаю крыжовник. Такой родной с детства. Летом ягоды — это кладезь витаминов. Висни тоже много. И немножко чёрной смородины она уже отходит. Накушалась ягод с куста. Просто супер. В 12 часов должен подъехать мастер. Витя подготовил эту лестницу. Ну, просто пропылесосил. Снял с неё ковролин. И он начнёт класть нам ламинат. Сейчас уже полдвенадцатого. Ждём его. Кирилл Макар пришёл. О, Алиса к нам пришла. О, привет! Кира пришла. Привет, Макар. Как дела у вас? Хорошо. Всё, приехал наш мастер. Уже выгрузил свои вещи. Сейчас начнёт работать. Мы сразу сели в машину и поехали. Мы купили ламинат только на верхнюю ступеньку. А надо ещё на нижнюю, оказывается. Едем докупать. Мы приехали в Леруа Мерлен. Мы вот этот взяли широкий. Здесь такой же лежит узкий. Но он, по-моему, сильно узкий. Нам надо что-то среднее найти. Такого, как у нас был, не было. Мы взяли вот такой приближённый. Но они хорошо друг с другом сочетаются. Всё, взяли. Бежим назад. Витя ещё коврики прихватил. Маме возле дома. Но мы, кстати, быстро справились. Март пришёл, начал своё строительство. Шуруповёрк взял. И тут уже всё. Во всю идёт работа. Самолёт, чек. Всем привет. Вот наш самолёт. Они играют в самолёт, представляете? Так классно вообще. Я высокая, смотрите. Ты стюардесса тогда? Да, я не такая маленькая, а вот такая. Я еду, подаю. Время обеда. Все сядут покушать. Лестница у нас делается потихоньку. Накрывается. Осталось только приклеить. Мы уже все спускаемся со второго этажа, чтобы сюда не приходить, пока будет клеиться. Витя с Мартом всегда возле дома. Март работает, Витя его поддерживает. А я потихоньку уже начала собираться. У нас сегодня фотосессия. Нам сделали лестницу. Да, всё отлично. Чуть-чуть может будет где-то провал ходить, потому что клеится там чуть неровная. Ну да. Кламинат имеет свойство немножко расходиться. Где клея прихвается, а где будет, допустим, провалчик, он немножко потом гляжется, нажмётся. Так вроде в целом шума такого особого не было. Ну да, классно. Эй, нельзя ходить по нашей лестнице. Нас провожают Макар с Евой и с мамой. Пока-пока. Всё, пока. Пока. Пока-пока-пока. Ева тоже бежит. Вот так они не могут расстаться. Они целый день сегодня убрали. Пока-пока. Красивая такая церковь. Проезжаем. Мы сидим, ждём фотографа. Она живёт возле Центрального парка. В прошлом году мы её тоже отсюда забирали. Сейчас тоже ждём. В прошлом году, кстати, нам тоже очень понравились фотографии. Мы остались довольны фотосессией. В этом году мне пришла идея сделать фотосессию на парусной яхте. Я давно мечтала. И как-то я вдохновилась, что здесь есть море. И мне эта идея показалась романтичной. Кстати, посмотрела на цены по городу. Парусная яхта не дешёвое удовольствие. Где-то 15 тысяч будет стоить на 2 часа её снять. Но у нашего фотографа Жени есть свои каналы. Женя к нам присоединилась. Мирон наш уснул. Мы проезжаем мимо Голубых озёр. Тут уже все бегают в купальниках, купаются рыбаки. А мы уже потихоньку подъехали на нашу локацию. Мы уже выгрузились. И я, друзья, по пути у бабушек купила цветочки. Не смогла я приехать мимо. Видите, говорю, срочно останавливайся. Такая красота. И вот так спонтанно мы подготовились к фотосессии. Мирончик наш спит ещё. А здесь так тепло, даже жарко. Вообще не ветерка. На заливе здесь яхты стоят пришвартованные. У нас тут всё готовится. Мирон, самое главное, проснулся уже и наблюдает за всем. Смотрите, пока вы будете здесь, жилеты можно не надевать. Хорошо. Но если пойдём наверх, жилеты надо будет надеть. Хорошо. У нас уже солнышко садится так красиво. Мы готовимся. Смотрите, как высоко. Так классно. Наш фотограф вот здесь, Женя, нас ждёт. А мы потихоньку отплываем. Посмотрите, как красиво, друзья. Просто что-то невероятное. Меня эмоции переполняют. Боже, боже, боже. Красота какая. Кайф, мы вышли в залив. Здесь Витя с Мирончиком. Кайф. Я так счастлива. Просто невероятно. Мне так красиво. Женя нас уже немножко пофоткала. Надеюсь, что фотки тоже будут классные. Вода спокойная, спокойная в заливе. Ветра почти нет. И волн тоже нет. Буду 3-4 пройти вперёд, потому что здесь парватор я не могу. Да, хорошо, конечно, без проблем. И потом мы также обратно пройдём. Угу. Если что-то очень комфортное место сзади, там можно прямо на этой панели сидеть. Я перешла на другую часть. Ну, как красиво! Просто потрясающе! Невероятный вид. С видом на закат. Друзья мои, я хотела кричать, орать, пищать от счастья. В меня просто не помещалась вся эта красота. Но так как я была не одна на яхте, конечно, я сдерживала эмоции. Я стеснялась их выражать. Вообще, я до сих пор ещё стесняюсь снимать других людей. Стесняюсь выражать свои мысли, свои чувства, свои эмоции на камеру. Если есть кто-то рядом, я всегда стараюсь найти какое-то укромное местечко и там вам всё рассказать. Это была моя первая прогулка на парусной яхте. Мы вышли в залив. Наш фотограф остался на берегу для того, чтобы сделать фотографии нас на яхте целиком. Она такая тихая, вообще потрясающе. Слышно воду, ничего не гудит, не трещит. Наслаждаемся прогулкой. Мне было потрясающе красиво, уютно, спокойно. И я чувствовала себя как рыба в воде. Мы опять пришли на нос фоткаться. У Мирона прям поднялось настроение, да? Сынок, классно, нравится? Очень интересно. Да. Наша яхта ещё раз пришвартовалась к берегу. Мы забрали фотографа и уже устроили фотосессию на яхте. Я взяла свои цветочки. Мирончик был счастливый, радостный. Погода была просто прекрасная. И мы с удовольствием и наслаждением провели это время. Мимо проходила ещё одна парусная яхта, вот эта. И они сказали, что мы смотримся как жених с невестой. Они подумали, что у нас свадьба, и начали тоже нас снимать. А тем временем наша яхта расправила паруса, выключила мотор, и мы шли на своих парусах. Это было просто потрясающе, невероятно. Тихо, красиво, и эмоции меня переполняли. Смотрите, какая водичка в заливе. Такая немножко зелёная. Ну, залив всегда цветёт. Ну, красотища. Насколько я поняла, эти ребята впервые взялись за такую прогулку с фотосессией. Но они настолько комфортно, деликатно с нами общались. Профессионально управляли своей яхтой, что было ощущение комфорта и безопасности. И мы счастливы. Марьян, хочу руку прямо вперёд кинула. От этого? Да, да, да. Да, можешь очки поправлять. Меня чуть-чуть больше ещё. Женя тоже профессионал своего дела. Она уже на следующий день скинула нам первые фотографии. Сто процентов очень приятные останутся воспоминания после прогулки. ещё и в виде фотографий. Идиот! Это прям показываешь. Класс! Слушаем, Ариан, хорошо, что кадр делаем. Вот видите, хорошо стоит. А вот. Ты подпишись. Всё. Убрать паруса или как-то. Здесь тоже ещё вот такой домик, друзья. Нас сюда сразу пригласили, но я что-то не зашла. Я под впечатлением была. Ну а пока наша яхта разворачивается в свою тихую гавань, я с удовольствием покажу вам фотографии, которые останутся с нами на память. Мне очень понравились наши фотографии в тех условиях, в которых мы фотографировались, что было не так много места, что фотографу пришлось фотографировать нас с берега. Мне показались они идеальные и очень весёлые, живые и останутся с нами на долгую-долгую память. Наша яхта делала прогулку на заливе напротив голубых озёр. Там очень уютное, спокойное, тихое место. Как вы видели, волн не было, но залив обычно и бывает спокойный. Нам повезло также, что и ветра не было, и погода была идеальная для прогулки. Если вы захотите такую же фотосессию, я оставлю в описании под видео контакты фотографа. Вот эти ребята, которые организовали нам прогулку на яхте, это друзья фотографа, так что все вопросы вы можете решать с ней. Ну а моя мечта в этот вечер была 100% исполнена. Меня переполняли эмоции, впечатления. Мне очень понравилось. Это один из самых потрясающих закатов в моей жизни. Как красиво! Смотрите, где я стою и что я тут вижу. А воздух какой волшебный, морской, такой потрясающий. И так потихоньку, как медитация, идёт наша парусная яхта. И внутри меня такое счастье. Просто безграничный детский восторг. Мы уже возвращаемся. Миром, привет! Всё, мы пришвартовываемся. Уже рядом. Всё, мы причалили. Ура! Я так счастлива! Мне так всё понравилось. Мирон нас привёз в магазин. Компенсация. Мирона, выбор, два йогурта. Пока мы нафотографировались, накатались уже 9 часов вечера. Короче, друзья, парусная яхта обошлась нам в 6 тысяч, 2 часа. Сейчас мы не справились, потому что там нужно поднимать эти паруса, потом их заправлять. И из-за этого немножко дольше это всё. Меньше 2 часов, оказывается, это нереально. И фотографу Жени мы тоже заплатили 6 тысяч за 2 часа. Но мне кажется, это оптимальные, даже низкие цены по городу, потому что я узнавала, прогулки на парусной яхте намного дороже. В итоге 12 тысяч, 2 часа прогулки, плюс фотосессия. Море впечатлений, внутри ощущение счастья, глаза горят. Это что-то невероятное. Такое красивое небо впереди. Мы заехали на заправку заправиться. 95-й бензин, 59 рублей 14 копеек. Небо, почему-то такое красивое. А представляешь, вот с таким небом под парусной яхтой ходить? Поискать с ценами. Да, сыночек. Сынока, посмотри, как красиво. Просто потрясающе. Природа рисует самыми лучшими красками. У нас молодые огурчики, только мама принесла мне с грядки. Картошка, пюре, хлебушек. Мы выбежали с Мироном посмотреть салют. Потом мы поехали к Олимпиаду, где Польша. А потом улетели вообще далеко. Видишь, где мы были? В омске. Сегодня был у нас прекрасный, незабываемый день. Я такая счастливая, воодушевленная. Буду ложиться спать. Вышла уже с вами попрощаться. Спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до конца. Благодарю вас за вашу поддержку, за просмотры. Я очень сильно это ценю. У нас остаются уже считанные деньки в Калининграде. Напитываемся эмоциями. Проводим время с родными, с близкими. Собираем незабываемые впечатления на год вперёд. Ну а с вами я уже буду прощаться. Желаю вам всего самого хорошего и доброго. И мы обязательно увидимся с вами в новом видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok